На поверхности земли живет множество птиц, млекопитающих, рептилий и насекомых. Однако есть и такие животные, которые обитают под землей. Сегодня наш рассказ пойдет о самом тихом, скромном и неприглядном жителе подземелья, у которого нет рук и ног. Сам он тонкий, как шнурок. Для любого рыбака он наживка для крючка. Дождевые черви появились на Земле 500 миллионов лет назад и за это время успели расселиться по всей планете. Единственные места, где они не живут, это Антарктида и Арктика. Ни один дождевой червь просто не сможет выжить под ледниками и в вечной мерзлоте. В 2019 году ученые создали первую в мире глобальную карту дождевых червей. В ней собраны данные о разнообразии и численности дождевых червей из 57 стран мира. Дождевые черви не относятся к насекомым. Посмотрите на картинке и найдите главные отличительные признаки насекомых. Во-первых, количество ножек, их всегда шесть. Во-вторых, тело насекомого состоит из трех основных частей – голова, грудь и брюшко. В-третьих, насекомые имеют экзоскелет вместо позвоночника. У червей всего этого нет. У червей нет костей. У них гибкое тело, которое представляет собой сплошные мышцы. Тело состоит из множества сегментов. Они выглядят как согнутые трубочки. У червей нет ног, но зато на каждом сегменте есть короткие упругие щетинки, на которые они опираются при передвижении в почве. Теперь давайте поподробнее рассмотрим внешний вид дождевых червей. Тело имеет красновато-коричневую окраску. В почве темно, а значит яркая окраска просто не нужна. У червей длинное тело. Как вы думаете, какой длины достигают самые крупные черви? 30 см? 60 см? Или 1 метр? Нет! Длина самого длинного дождевого червя – 3 метра. Это длина такой змеи, как черная мамба. К счастью, такие крупные черви живут только в Австралии. Кстати, здесь существует даже памятник гигантскому дождевому червю. Это огромное 100-метровое сооружение, где можно ходить по червячным ходам и лазить внутри самого червя. Тело дождевых червей состоит из двух частей – передняя и задняя. Обе части значительно отличаются и по строению, и по своим функциям. В передней части располагается голова и рот. Вот так выглядит лицо дождевого червя под микроскопом. У червей имеются светочувствительные клетки по всему телу. Благодаря ним черви могут различать свет и темноту. У них нет легких и носа, но они тоже дышат, только по-другому – через кожу. Поэтому дождевого червя не следует долго держать без земли, так как его кожа может высохнуть и червь задохнется. Примерно посередине червя есть утолщение, которое называется поясок. Он нужен для размножения. Сначала здесь развиваются яйца, а потом червь сбрасывает поясок в почву, где начинают развиваться малыши-червячки. Многие считают, что если разрезать дождевого червя пополам, то обе половинки будут и дальше жить, но это большая ошибка. Если разрезать червя на две части так, чтобы поясок остался на отрезке с головой, то эта часть сможет выжить и червяк сможет отрастить утраченную половину, а отрезанная часть хвоста, соответственно, сразу погибнет. Черви роют норы двумя способами. Он может распихивать почву головой и подтягивать к ней хвост. От этого червь становится толстым, частицы земли раздвигаются, давая возможность проползти дальше. Одновременно с этим кожа выделяет слизь, которая помогает червям передвигаться под землей. Второй способ червячок использует, когда почва плотная. В таком случае он просто заглатывает куски земли и пропускает их через себя, постепенно продвигаясь вперед. Подземные норки червей очень интересные. Во-первых, в них есть дверь, только не настоящая, а из травинок и листвы. Во-вторых, червячок застилает пол норки различными листиками, стеблями, увядшими цветками, клочками шерсти, перьями и даже бумажками. В такой норке совсем не холодно. Кстати, на зимний период черви делают такие же норки, только поглубже, где земля не замерзает. Здесь они и засыпают до весны. Многие замечали, что тротуару после дождя усыпаны дождевыми червями. Зачем они это делают? Все дело в том, что подземные ходы наполняются водой, и червям становится в них сыро и неуютно. А главное, им нечем дышать. Поэтому они вынуждены выползать на поверхность, чтобы не захлебнуться. Никто не хочет такой смерти. Знаете ли вы, что дождевые черви являются незамеченными героями экосистем земли? Во-первых, они выполняют роль мусорщиков и санитаров, поедая гниющие листья и мертвые органические вещества. Пройдя через пищеварительную систему, червячок выделяет капролиты у корней растений. Эти капролиты полны питательных веществ и бактерий, которые способствуют росту и развитию растений. Во-вторых, дождевые черви роют под землей настоящие лабиринты и рыхлят землю. Через прорытые ими подземные ходы корням растений поступают воздух и вода. А значит, земля становится, как по волшебству, более плодородной. На такой земле лучше растут травы и деревья. Без червей растения будут хуже расти, а могут и совсем засохнуть. В-третьих, дождевые черви помогают почве поглощать воду во время проливных дождей и предотвращают наводнения. Доказано, что на полях, где есть черви, почва поглощает воду до 10 раз больше, чем на полях без червей. Можно сказать, что это настоящие подземные сантехники. Дождевые черви могут помочь восстановить даже поврежденную почву. Исследования показывают, что дождевые черви могут помочь очистить землю, загрязненную токсичными тяжелыми металлами, такими как свинец. Чарльз Дарвин, один из величайших ученых и биологов своего времени, увлекся дождевыми червями еще в молодости и посвятил им почти 40 лет своей жизни. Незадолго до смерти ученого появился многолетний труд Дарвина о дождевых червях, в котором он выделил их как один из самых важных видов на планете, даже важнее динозавров и людей. Будущее дождевых червей на земле не безоблачно. Прежде всего, речь идет об использовании химических удобрений, в результате чего количество червей катастрофически уменьшается. По статистике, современные методы ведения сельского хозяйства убили четырех из пяти червей, которые когда-то жили на полях. Фермеры по всему миру превращают зеленые поля в подземные пустыни, а это значит низкое плодородие почвы и снижение урожайности. Сегодня никто не говорит об уменьшении количества дождевых червей. Это позор. Нам нужно больше говорить о червях, ведь здоровье нашей планеты напрямую зависит от них. Даже такое симпатичное насекомое, как пчела, обзавелось собственным праздником, и теперь 20 мая отмечается Всемирный день пчел. В этот день принято говорить о большом значении пчел и их вкладе в обеспечение устойчивого развития. А как же червячки? Они приносят не меньше, а может быть даже больше пользы, чем пчелы. Ведь чтобы собрать нектар и пыльцу с цветов, надо, чтобы эти цветы сначала появились и выросли. Многим людям не нравится внешний вид червей. По их мнению, они противные, скользкие, холодные, мокрые. Но разве черви виноваты в этом? Внешний вид червей соответствует тем условиям, в которых они живут. Нельзя не любить живое существо только за то, что оно не похоже на нас. Все любят крупных и харизматичных животных, таких как львы, слоны или жирафы. Но если бы у дождевых червей были глаза, да еще и большие, возможно, люди тоже любили их. Черви великолепны, просто очень скромные. Они живут в земле и никого не беспокоят. Иногда во время дождя они выходят, чтобы поздороваться. Не важно, что панда выглядит очень мило. Гораздо важнее, что неприглядные дождевые черви делают грязную, но важную работу в почве. Если панды вымрут, это будет очень грустно. Но каким будет мир, если вымрут все дождевые черви? Наш мир станет пустыней, не останется растений, а значит будет меньше еды, но больше наводнений. Исчезновение этих беспозвоночных может привести к драматическим последствиям на планете. Ученые считают, что это так же опасно, как таяние ледников. Черви – это наши подземные союзники, а не враги. Мы просто не можем жить без них, а значит не можем потерять. Если вы хотите спасти планету, то подумайте о том, что для выживания человека дождевые черви гораздо важнее панд, потому что нам нужны плодородные почвы, чтобы накормить мир сегодня и в будущем. Надеюсь, что вы теперь будете относиться к дождевым червям бережно и уважительно, а может быть даже вы станете друзьями. А если увидите дождевых червей на асфальте, то при помощи веточки или палочки перенесите их в безопасное место – на клумбу, под дерево, в траву. Так вы внесете свой вклад в сохранение количества червей на земле.